Всем привет! NHL.com.ru в ежедневном обзоре рассказывает о том, как российские хоккеисты проявили себя в матчах игрового дня. Владимир Тарасенко был наконец-то вознагражден за старания. Матч против Вегаса стал для форварда лучшим в сезоне. Именно его гол в середине третьего периода принес Сент-Луису третью гостевую победу подряд. Тарасенко закончил матч с семью бросками в створ и по ходу встречи заслужил повышение из третьего звена во второе, которое и организовало решающий гол. Вторым голом в сезоне у Сент-Луиса, который играл без дисквалифицированного на два матча Павла Бучневича, отметился Иван Барбашов. За 72 секунды до конца основного времени он забил в пустые ворота. Хотя мог отличаться еще. Моментов у 49-го номера «Блюз» было немало. Заметен был и Клим Костин, завершивший игру с тремя бросками в створ и пятью силовыми приемами. В связи с обилием травм у Вегаса Евгений Додонов был перемещен в первое звено к Чендлеру Стивенсену и Николя Руа. Однако игра у Евгения не задалась. В трех матчах за гол Дэн Найтс на его счету пока лишь одна передача. В другом матче дня Филадельфия обыграла Бостон, забив три гола в третьем периоде. Флайерс на старте чемпионата – самая результативная команда лиги. В трех играх дружина Алина Виньё забросила уже 16 шайб. Защитник Филадельфии Иван Проворов был, как всегда, заметен. Сегодня он заблокировал сразу 9 бросков. До личного рекорда ему не хватило одного блокшота. На этом на сегодня все. Еще больше подробностей матчей читайте в текстовых обзорах на nhl.com.ru. Меня зовут Сергей Демидов. Увидимся!